Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 1811, 7 том. Бегство из мира было связано с домашними трагедиями, с развалом семьи. Христос ли этому научил иноков? Ответ Игнатия Лапкина. Часто бросали семью как раз те, кто жил в благочестивой семье, как Алексий, Божий человек. Так уж привыкли, что он Божий. А остальные тогда чьи же, кто живет в семье и спасается по Духу Христову? Люди нашли себя в горах, в скитах. Попробуйте поставить себе вопрос и найти ответ. Почему никто не запечатал Марию Магдалину в какой-нибудь монастырь? Или почему ее не обручили Христу, в кавычках, для сохранения ее бисера девства? А она как на парусах летела по миру с проповедью Евангелия? Может быть, вы придете к той мысли, что все же Дух первого века и то, во что потом вылилось христианское учение об угождении Богу, не одно и то же. По описанию вида их, очень многие похожи только на одного библейского персонажа, утонувшего в гордости и тщеславии, и высокомерии. Он нашел себя тогда, когда над ним сгустились семь времен, и он был по виду самый настоящий отшельник, подобный Ануфрию. Даниил, 4 глава, 30 стих. Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Вата, 1 мая, память. Святой Вата, достигший 30-летнего возраста, он оставил отца, мать, жену и детей, имущество свое раздал бедным, и, ушедший из родительского дома, принял иночество. Ефросин Псковский, 15 мая, память. После сего прошло много времени, и мать преподобного проведала от некоторых людей о месте его пребывания. Взяв с собой все необходимое для путешествия, она пришла к тому месту на берегу реки Товы, где жил преподобный. Подошедший к его шалашу, она стала просить его, говоря, «Дорогое чадо мое, утешь старость матери твоей, покажи мне ангельское лицо твое, не дай мне со скорбью сойти в могилу, где почивают и отцы наши». Через щель святой Ефросин увидел мать свою, и, узнав ее, сказал ей, «Не скорби, мать моя, уйди отсюда и не утруждай старости твоей, если ты желаешь увидеть меня здесь, то не увидишь уже в той жизни, иди же в монастырь и, подвязаясь, спаси душу твою». Так и не достигла мать преподобного исполнения своего желания. Со скорби она ушла от него, поступила в один из монастырей, и, проводя дни свои в благочестивых подвигах, оставалась в нем до самой кончины своей. Преподобный же Ефросин доблестно и славно, проведший жизнь свою, приставился ко Господу. Ксения Евсевия, 24 января, память. Когда уже приближался день брака, и все готовились к нему, блаженная Евсевия, посоветовавшись, со своими отраковицами переоделась вместе с ними в мужские одежды и, взяв немного необходимого из имущества, вышла с ними тайно из дому, так как двери оказались незапертыми. Осенив себя крестным знаменем, они обратились ко Христу Богу с молитвою «Прибудь с нами, Сын Божий, и укажи нам путь, которым мы должны идти, ибо ради любви к тебе мы оставляем дома все, что в нем, и решаемся лучше странствовать и жить в скорбях, к тебе стремясь и тебя желая обрести». Так они помолились со слезами, выходя из дому, и затем пошли, плача и радуясь в одно время. Находясь на этом острове, без опасения относительно поисков, они снова переменили мужской вид на женский, и, сняв в наем небольшой уединенный домик, жили в нем благодаря Бога, которому и молились постоянно, чтобы он послал им имеющего духовный сан человека, могущего облечь их в иноческий чин и позаботиться о душах их. Заклинаю вас Богом, чтобы все это вы сохранили в тайне до конца моей жизни, и никому не говорили ничего о бывшем с нами или имеющемся случиться. «Если же кто-либо спросит вас о моем имени, скажите, что я называюсь Ксенией, что значит «чужестранка», ибо, как видите, я странствую, оставив дом и родителей ради Бога. «От сели, и вы зовите меня не Евсевии, а Ксении, так как я не имею здесь постоянного жительства, но, странствуя вместе с вами в этой жизни, ищу будущего». Макарий Египетский. Память. 19 января. По совершении брачного пира, когда новобрачные были введены в брачную комнату, Макарий притворился больным и не прикоснулся к своей невесте. От глубины своего сердца молясь единому истинному Богу и на Него возлагая свое упование, дабы Господь в скором времени даровал ему оставить мирскую жизнь и соделаться иноком. Нина. Память 14 января. В 12-летнем возрасте святая Нина пришла со своими родителями в святой город Иерусалим. Здесь отец ее заволон, пылая любовью к Богу и желая послужить ему иноческими подвигами, принял по соглашению со своей супругой благословение от блаженного патриарха Иерусалимского. Затем, простившись со слезами, со своей юной дочерью Ниной и поручив ее Богу, отцу-сирот и защитнику-вдов, он ушел и скрылся в Иорданской пустыне. И для всех оставалось неизвестным место подвигов этого угодника Божия, равно как и место смерти его. Филипп, митрополит, память 9 января. Родители воспитывали его во всяком благочестии. Когда он немного подрос, его отдали в обучение книжное, в котором он преуспевал с особенным усердием, чуждаясь в то же время свойственных детскому возрасту игр и забав. Таким образом, Федор в скором времени постиг всю книжную премудрость и навык в душеполезном чтении. Когда он достиг 30-летнего возраста, случилось ему по особому Божию промышлению, презревшему на него, войти в церковь во время совершения божественной литургии. Здесь он услышал слова Евангелия, Матфей 6,24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Пораженный этими словами, он размышлял в себе, что эти слова относятся и к нему, и решился оставить мирскую жизнь. Вспомнив о Соловецком монастыре, что там добрее подвизаются иноки, он вознамерился удалиться туда. Сотворив молитву перед святынями, со слезами припадая к чудотворным ракам святых и, приложившись к святым мощам, Федор пошел с молитвою в путь тайно ото всех, оставив царский двор, отечество и родных, взяв с собой лишь самую необходимую одежду. Между тем родители повсюду разыскивали его по городам, и нигде не нашедшие много плакали о нем. Семен Столпник. Память первого сентября. Родители Симеона искали его два года и не могли найти, так как Бог скрывал его. Много плакали они о своем сыне и так сильно скорбили, что отец его от печали умер. Симеон же, обредший себе отца в Боге, ему предал всего себя от юности. Феодосий Печерский. Память третьего мая. Благоверные родители с ранних лет воспитывали своего сына в благочестии. Когда же он подрос, отдали его учиться грамоте. Скоро Феодосий столь основательно изучил Божественное Писание, что все удивлялись его разуму и мудрости. С отроческих лет Феодосий каждый день ревностно посещал храм Божий и со вниманием слушал все, что здесь читалось и пелось. Всегда до конца выстаивал церковные службы. Уже в эти годы он сторонился своих сверстников и не принимал никакого участия в детских играх. Здесь в скором времени, согласно велению Божественного Промысла, суждено было умереть его отцу, праведная душа которого переселилась из Юдоли земной в обители небесные. Однажды Феодосию случилось встретиться со странниками из Иерусалима. Заинтересовавшись их рассказами и воспылавшись сильной любовью к святым местам, блаженный юноша упросил их вместе с ними посетить те святые места, где обитал и пролил свою бесценную кровь ради нашего спасения спаситель мира. И вот, исполняя свое намерение, Феодосий ночью тайно от матери отправляется в далекий путь. Мать же три дня вся в слезах искала его по городу до тех пор, пока не узнала, куда он пошел. Блаженный юноша, не зная, что делать, встав ночью, тайно вышел из дому. Ушедший отсюда в соседний город, он поселился у пресвитера, где и продолжал свои труды. Мать снова разыскала его, и, нанесши ему побои, заставила его опять вернуться в свой город. Варлам Печерский, память 19 ноября. На другой же день после беседы со старцем, оставив не только родителей, но и обрученную уже с ним невесту, он сел на коня, одетый в светлые и дорогие одежды, и, имея при себе множество пеших слуг, ведущих убранных коней, торжественно прибыл к пещере. Боярин Иоанн, узнав, что его любимый сын постригся выночества, сильно разгневался на преподобных и, взяв с собой множество слуг, напал на спасавшихся в пещере иноков и всех разогнал оттуда. А сына насильно вытащил вон и, сорвав с него мантию и куколь, бросил их в ручей. Кирилл Новоизерский, память 4 февраля. Через несколько лет родители узнали, что Кирилл пребывает в обители Корнилиевой. На 12-й год пребывания там Кирилла отец его пришел туда и постригся с именем Варсонофия. А через некоторое время получено известие о матери Кирилла, что и она, пожив добродетельно и благочестиво, также скончалась в иночестве с именем Елены. Отец Кирилла, прожив в обители три года в посте и молитвах, приставился ко Господу. Говорят, что умный — это тот, кто из ямы выбраться умеет и в беде от страха не умрет. Но они не мудрые, не змеи. Мудрый же заранее, сто крат предусмотрит и предвидит яму. Он в объезд невидимый овраг вычислит, не посигнет, чтоб прямо. Пусть не сотни, но и не один, мудрый просчитает варианты, что, если не так, и выйдет клин, умирает и от малой ранки. Мудрый знает, будет нелегко, все устроить и избыть пожара. Он не ставит на авось на кон, опыт раздобудет самый старый. Каждый шаг противника врага нужно разгадать инициативно, обрубить копытой рога, видеть мысленно конечную картину. Любящие Бога, христиане, почему на мудрость нету спроса? Для чего в чужие лезем сани, в дом чужой суемся длинным носом? Мудрость свыше кротко ищет мира, беспристрастно, милостью полна. Дефицит ее всегда у клира, мелочная, глупая война. Бог премудрый дарует и мудрость тем, кто кроток, верит иегове, на лице открытость, а не хмурость, на вопрос ответы ищет в слове. Библия — источник мудрых мыслей, рассуждений о суде, о смерти, на смоковнице плоды, не только листья. Всех огонь проверит нас, поверьте. 15 июля 2003 года. Игла. Игнатий Лапкин. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова